Приветствую вас! Отчасти я соглашусь с коллегами в том, что ревность это у вас не пустая, вот, потому что, ну, что значит пустая ревность? Ага, пустая ревность это тогда, когда вы сами понимаете, что вы ревнуете на пустом месте, здесь ситуация такова, что повод для ревности есть определенный, вот, ну, другое дело, что, другое дело, что вы ревнуете к маме, и вот это вот, конечно, довольно сложный вопрос. Дело в том, дело в том, что ВИП я уже не соглашусь со своими коллегами, которые говорят, что мама это вот достойное уважнение женщины и так далее. Она воспитала хорошего сына и так далее. Она воспитала не то, что хорошего сына, она воспитала удобного себе сына, она воспитала послушного себе сына. Она воспитала такого сына, который для нее делает все. И вот это, на самом деле, большая, большая проблема для вас. Потому что, если бы она воспитала мужчину, хорошего мужчину, достойного мужчину, она бы научила его, что он должен, мужчина, то бишь, относиться к своей женщине как к первой, уважать ее желания и делать каждый ее миг счастливым. Она этого не сделала. Она занимает и занимала доминирующие положения в жизни вашего молодого человека. Ее это устраивает, ей хочется, чтобы так было дальше. И это осознанное или неосознанное манипуляция. На положении бледного цветочка, как вы говорите, она находится в своей семье. Это тоже, на самом деле, такой вот образ. То есть ей так удобно, ей так выгодно, ей так комфортно. Опять же, опять же, очень важный момент. Ей так выгодно и комфортно. Почему? Вот вы постараетесь определить для себя этот момент. Она действительно, например, болеет. У нее действительно есть какие-то проблемы с другим. Вот вы говорите там просто, что если ей лекарства наливают в ложку, тогда может быть у нее болезнь какая-то и они заботятся именно по этой причине, по причине того, что она больна. Вот, это одно. Тогда, может быть, это, ну, и обратно. Тогда вам здесь нужно войти в положение и понять, что, ну, вот так получилось, что женщина болеет, женщина больная и что же поделать, если она болеет, но о ней все заботятся. Это нормально. Вот. Но если она не болеет, если она не болеет и если вот это вот ее отсутствие болезни все равно заставляет вашего молодого человека о ней заботиться так, то совершенно очевидно, что это просто идет манипуляция. Манипуляция и перетягивание одеяла на себя в краски, в краски, в отношении семьи. И в этом контексте, в этом контексте нужно сказать, что беспокоиться действительно есть о чем. Потому что это ведь будет и дальше так с вами происходить. То есть, мужчина, если он сейчас вам дарит только скромные букетики цветов, как вот вы говорите, да, то дальше он может вам вообще предстать что-либо дарить и так далее. Понимаете, это тоже, это тоже очень большая проблема. Почему, например, он таскает вас по родителям, да, к своим родителям? Почему он это делает? Если вы не хотите, например, зачем он это делает? Для чего он это делает? Он получается что? Он не считается, он не считается с вашими желаниями, он не считается тем, чего вы хотите. Это тоже очень важный момент в данной ситуации, понимаете? То есть, я рекомендую вам крепко с ним поговорить и определить для себя ту норму, которую вы хотели бы как-то реализовать. Для того, чтобы получать поздний объем внимания к себе. То есть, сказать ему, что, как бы, это твоя мама, я понимаю, что это твоя мама. Вот. И я не хочу, чтобы ты относился к ней по-другому, потому что она твоя мама. Ну, вот, но мне не нравится, что я, как бы, на втором месте. Я не хочу быть на втором месте, я хочу быть просто другой. Ну, когда ты маме даришь роскошные букеты, а мне, например, цветочек волей-неволей, я чувствую, что, значит, я находюсь на втором месте. Я не хочу находиться на втором месте, мне это не нравится. То есть, либо ты относишься ко мне по-другому, либо ты относишься ко мне, ставишься к своему амбитуции, я туда встольная, я твоя девочка. Вот. Либо, соответственно, мы с тобой расстаем. Меня такой объем внимания не устраивает. Вот. Вот это то, что вы можете реально своему родному джинаку уставлять. Это, действительно, довольно периодная проблема. Потому что я очень хорошо видел, как вы, после, там, скажем, ну, после нескольких лет отношений с ним, после какого-то, ну, довольно продолжительного времени отношений с ним, я очень хорошо видел, как вы на втором месте по сравнению с его мамой. И это, безусловно, обесценивание вас, это, безусловно, принижение вас, но нужно понимать, что это не происходит специально. Что такая именно культура, именно вот такая культура общения, культура взаимодействия молодого человека с, значит, вот со своей мамой. И деваться от этого в данном случае попросту некуда. То есть, вряд ли он изменит к ней свое отношение, вам это нужно понимать, потому что, ну, это все-таки воспитание, все-таки много времени прошло. Вот. Но вы имеете полное право требовать от него, чтобы он, как минимум, не хуже относился к вам, чем к ней. А вы это видите, к сожалению, это не ей хорошо. Вот. Другое дело, конечно, то, что вот вы не пишете, сколько времени вы встречаетесь с молодым человеком. То есть, если вы встречаетесь с молодым человеком, например, там, скажем, ну, скажем, несколько недель, это одно. Если несколько лет, это другое. И понятно, что если несколько недель встречаетесь, то, может быть, говорить подобные вещи и не стоит. Так, крайне мере, откровенно. Так, крайне мере, открыто. Вот. Имеется смысл сказать просто, что вот вам бы хотелось, чтобы вы больше внимания уделяли, ну, чтобы он больше внимания уделял вам, если вы вот несколько недель только знакомы и встречаетесь. Если вы встречаетесь больше, например, полгода, то, соответственно, вы имеете право более жестко сказать, что вот, ты знаешь, я с твоей мамой, я рядом с твоей мамой, я не чувствую себя женщиной, мне кажется, ты не уделяешь мне должного внимания и так далее. Я не хочу интересно сказать про свою маму, ты молодец, но к ней так относишься, но я не хочу чувствовать себя опять на втором месте. Вот. Понимаете? То есть, действительно, повод беспокоиться есть. Потому что, если молодой человек не разграничивает свою маму и вас, это говорит о том, что он мамой, мамой всегда будет больше внимания ущерб вам, вашей семье и так далее. Такие у него ценности. И вы либо постепенно переучиваете его, чтобы он относился к вам иначе, либо вы постепенно его переучиваете, либо вы просто-напросто от него уходите, уходите, потому что вас такое отношение не устраивает. То есть, либо вы, опять же, либо вы подчиняетесь его отношению, то есть, занимаетесь то место, которое он вам отвел. Вот. По сути дела у вас нет других вариантов здесь, по сути дела у вас нет других путей. То есть, даже независимо от того, согласны вы со мной в этом или нет, но, значит, у вас вовно только три пути вот этих вот. Либо принять его отношения, либо, соответственно, не принимать, но стараться переучивать, либо уходить. Потому что, вот, если вы будете думать, что потом лучше станут, это неправда, лучше не станут, будет так же. Будет так же, к сожалению. И вот этот момент я бы хотел, чтобы вы на себя поняли, что не изменится ничего, что по-прежнему будет такая модель поведения с его стороны. И, а к вам, к вам, если вы не будете беспокоиться о своих интересах, к вам будет отношение хуже, с того же со временем. Потому что, ну вот, пока, пока что вы еще на него во сне, пока он может, там, например, бояться вас потерять, допустим, и так далее, вот. А если перестанет бояться вас потерять, то вполне вероятно, что как раз еще меньше будет вам внимания уделяться, вот. То здесь я, по большому счету, думаю больше о вас, о том, что вас ждет, и о том, чтобы вы были счастливы. Если уже сейчас вы, ну, чувствуете себя так, если уже сейчас вам откровенно меньше уделяется внимания, то при условии сохранения вашей линии поведения прежней, ничего не изменится. Все будет так же. Мужчине, чтобы что-то изменилось, чтобы что-то поменялось, а мужчине, ну, все-таки, ему нужно мотив, а мотива пока у него нет. И, соответственно, если вы хотите, если вы желаете, чтобы что-то поменялось, то вам нужно создать для мужчины этот мотив. Ага, а какой мотив создать? Только лишить его того, что он от вас получает, и посмотреть, как он на это реагирует, будет готов, значит, бороться за это или готов вас отпустить с сопутствующими принижениями, унижениями и так далее. То есть вот этот момент вам необходимо проработать. То есть определите свою стратегию, определите свой вариант и идите по этому варианту. Я бы не сказал, что здесь пустая ревность. То есть, что вы не уверены в себе, но вы знаете, опять же, по моему мнению, по моему мнению, любая женщина на вашем месте чувствовала бы себя так же. Потому что, ну, когда маме дарят внимание, все, полностью, а вам его почти не дают или дают, но в разный меньше, получается, что волей-неволей чувствуйте себя брошенной. Не чувствуйте себя на первом месте. А для любой женщины, например, мамы вы можете это видеть, любой женщин это важно. Получается, что для своего мужчины вы не такая важная женщина, как его мама. И это, на самом деле, ответственность именно его в том, что он как бы своим поведением оказывает вам важность вас и важность своей мамы. То есть, это не ваша ревность в данном случае, это именно вот такое поведение вашего молодого человека. Другое дело, что поведение молодого человека не преследует цель как-то вас унизить, а просто само собой разумеющийся оно. И что молодой человек не думает, скажите, даже о том, что вас это как-то задевает, потому что ему привили, что мама самая лучшая. Это да. Но это, опять же, вопрос вариантов. То есть, если переучивает, это постоянно разговаривать, постоянно напоминать, скорректировать, объяснять и так далее. Во многих даже использовать обиды, использовать некую холодную для того, чтобы показывать мужчине, что вам это важно и так далее. Конечно же, на самом деле решать только вам, как вы будете поступать. Мы можем только помочь вам разобрать нюансы, нюансы какого-либо варианта, который вы выберете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас остались, дополнительные пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.